Пожилые люди из 34 муниципальных образований Подмосковья приняли участие в весеннем фестивале скандинавской ходьбы, что в переводе с финского дословно звучит как «ходьба с палками». Мероприятие проходило в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Наш район представляла группа «Здоровье» из Центра социального обслуживания «Вера». Мы и легче дышим, и ходим, двигаются руки, ноги, спина. То есть мы живем. Когда мы ходим, тогда мы живем. На площади перед музеем Ленина у собравшихся была возможность сдать нормативы ГТО. Одной из тех, кто получил значок, стала жительница Черноголовки Октябрина Ватан. Ей недавно исполнилось 93 года. Будем очень рады, если вы на нас обратите внимание. Мы все молодые и красивые. Сдали значок ГТО, получили сертификаты. Все участники соревнований провели необходимую разминку. С напутственным словом к ним обратились организаторы фестиваля. Могу одно сказать. Молодцы! Аплодисменты самим себе, потому что вы занимаетесь своим здоровьем. Молодцы! И вот объявлен старт. Участникам предстояло пройти около трех километров по красивым заповедным местам. Это не спортивные соревнования в привычном понимании. Здесь абсолютно не важно, кто пришел первым, кто десятым. А важно то, что пожилые люди со всей области чувствуют поддержку, активно проводят свободное время и получают заряд бодрости надолго. Привлекает местонахождение само, именно зелень, любование природой, речкой и само по себе спокойствие. Очень хорошее мероприятие для Подмосковья. Народ бодрит. Это здоровье, это общение, это радость. Что нужно в этом возрасте нам? Это символично то, что мы находимся в ленинских горках. Мы шли с такими песнями советскими, у нас было такое представление, вот как мы ходоки, ходоки к Ленину. После финиша участники фестиваля получили дипломы и почетные призы. Новые палки для скандинавской ходьбы. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова